Ребят, привет! Меня зовут Куаленко Павел. Мы находимся в самом центре Москвы, на Красной площади. Я вам сегодня немножко расскажу о Феррари в мире подвесок для скейтборда. Tensor Magnesium Lite. Компания Tensor открыла свои двери в начале 2000 года. Получается, более 20 лет компания выпускает и, самое главное, постоянно апгрейдживает подвески для скейтборда. Основателем компании является такая культовая личность в мире скейтбординга, как Родли Малин. Взяв за основу вкомпаньоны Дэвна Сонга, они вместе начали разрабатывать подвески, которые будут отлично подходить для скольжения, катания по всяким интересным фигурам. И вот что у них получилось. На улице пошел дождь, ребята, мы переместились под крышу, чтобы доснять этот волшебный ролик про Тензоры. Итак, Tensor Maglite. Это самые легкие подвески в мире скейтборда, которые сейчас присутствуют на рынке. Выполнены из уникального сплава магнезиума, который отлично скользит даже по ненатертым граням и делает ваш скейтборд практически невесомым. Также в новых подвесках Tensor используется технология Low Kinpin. Данная технология позволяет еще меньше зацепляться при скольжении на смитграйндах и вообще на всяких грайндах. Она говорит о том, что все кинпины ниже на 5 мм, чем у классических подвесок. Итак, новые интерлок бушинг. Это резинки, которые держат, в принципе, хэнгер. Сделаны как стулка. То есть резинка полностью заходит на обе части хэнгера, что позволяет подвеске более точно работать при поворотах. То есть меньше виллбайтить и лучше отрабатывать. Ну и, конечно же, правильное распределение веса по хэнгеру делают его значительно прочнее, чем в предыдущих моделях. Но при этом подвески остались такие же легкие. Также был увеличен просвет между колесом и доской. Теперь подвески 55 мм, что позволяет еще более резко входить в повороты и не бояться, что тебя заживет при сильном наклоне подвески. При том, что подвески достаточно легкие, они неплохо показывают себя в катании. Вот это почти 3 месяца активного катания на этих подвесках. Ну, стерлись, конечно, но, мне кажется, вполне достойно за такой легкий вес. Нельзя назвать эти подвески супер бюджетными, но у них есть два отличных качества. Они суперлегкие, то есть доска 8,6 ощущается примерно как скейт 8,25. Можно флиповать, все делать. И этот уникальный сплав магнезиум позволяет скользить практически по натертым граням. И супер круто себя чувствовать при катании как по перилам, так и по гайронитным препятствиям. Родни Малин не хотел делать очередной аналог знаменитым подвескам Индепендент. Он хотел сделать подвески, которые будут более адаптированы под техническое катание. Делать там всякие флипыны, флипауты. И он начал разрабатывать свой собственный бренд под названием Тензор. Спустя почти 20 лет компания разработала практически уникальнейшие подвески на рынке скейтборда. Вот Тензор Маглайт. Вот так вот они выглядят. Немножко потертые, почти все лето катаясь. Но суть дела не меняет. Подвески действительно получились крутые, очень легкие. Вот, наверное, это главный их плюс. Новый дизайн подвесок получил название All-Terrain Geometry. Что, в принципе, переводя на русский, можно сказать, как улучшенный дизайн для твоих длинных граней. Но помимо рисунка Хенгера, он еще получил небольшие технологические особенности. Вес Хенгера был распределен инженерами так, чтобы снизить его возможность его поломки. Да и, в принципе, Тензор дает сейчас пожизненную гарантию на слон своих подвесок. За 20 лет катания я перепробовал, наверное, большинство известных производителей подвесок. И точно готов сказать, что Тензор показали себя очень неплохо. У них есть огромный плюс, что они суперлегкие, везде скользят. Мне кажется, что если вы только начинаете кататься и хотите получить достаточно легкий, но при этом прочный комплект, есть смысл обратить внимание на подвески Тензор. Огромное вам спасибо, что слушали меня. Надеюсь, был вам полезен. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok